Всем привет! Это программа недели спорта и я ее ведущая Ильвина Губайдулина. По традиции в это время на телеканале Универ ТВ я и мои коллеги готовы поделиться подборкой ярких событий из мира студенческого и мирового спорта за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Жеребьевка внутривузовского чемпионата СССР среди командных видов спорта. Домашний матч Казанского федерального университета против команд Казанского государственного аграрного университета в рамках чемпионата СБ. Спортивное ориентирование на лыжах в Горкинском и Метинском лесу. Кто поднялся на пьедестал? Традиционный обзор Амира Сабирова о матчах Уникса и Акбарса. Начнем сегодня с главного события этого месяца – внутривузовского этапа чемпионата СССР. После регистрации большого количества команд на турнир осталось выяснить, каких встреч нам ожидать. В шоуруме в прямом эфире состоялась жеребьевка игровых видов спорта, таких как футбол, стритбол и волейбол. Кто с кем встретится на групповом этапе уже в ближайшую неделю, узнала Наталья Жирнова. Совсем немного остается до старта одного из самых важных спортивных событий второй половины сезона – чемпионата Ассоциации спортивных студенческих клубов России. В этом месяце в Казанском федеральном университете начнутся первые внутривузовские соревнования. По их итогам сильнейшие команды смогут выйти на всероссийский этап по разным видам спорта. Но каждое соревнование начинается с жеребьевки, где по своим группам были распределены женские и мужские команды по волейболу, мини-футболу и стритболу. Самое большое количество команд оказалось в мини-футболе среди мужчин. В соревновании примут участие 33 футбольные команды. Жеребьевка получилась очень интересная. Есть группы, где довольно равные команды. Это в первую очередь в группы, где играют соревнования по мини-футболу. Есть новые команды интересные. Составы обновились. Поэтому нас ждет интересное соперничество, интересный футбол. Надеюсь, что ребята без травмы получат удовольствие и сыграют красиво и пробьются дальше на финальное чистое. С каждым годом во внутривузовском этапе чемпионата участвует все больше и больше новых команд. Этот год не стал исключением. Новички турнира могут навязать борьбу фаворитам чемпионатов прошлых лет. Проект очень интересный, интересный для всех студентов. Очень интересно не только поучаствовать, но и победить. То, что в этом году много у нас первокурсников и второкурсников, это говорит о том, что проект движется в правильном направлении, забирая к себе все больше и больше студентов. Шансы, я думаю, в некоторых видах очень хороши у новичков. Потому что есть ребята, которые в этом году пришли и могут составить конкуренцию и даже где-то победить. На жеребьевке Алексей Ливанов решил судьбу волейбольных команд. За место в финале поборются 17 женских и 13 мужских команд, разделенные на 4 группы. Особое внимание было выделено командам из набережной Челнинского филиала КФУ, которые в этом году будут впервые участвовать в чемпионате. В стритболе честь тянуть жребий выпала Валерия Хохлова, члена сборной КФУ по баскетболу. Среди женщин за победу во внутривузском этапе чемпионата поборются вновь 17 команд. А вот в мужском стритболе выступает сразу 25 сборных. Валерия выделила, что среди мужчин в составах много хороших спортсменов. Поэтому турнир будет достаточно интересный и напряженный. Среди женщин спортсменка выделила победителей и финалистов прошлых лет. Это Братство Кольца и Соник Икс. Заключительным видом спорта стал мини-футбол. Эта жеребьевка была самой ожидаемой, и провели ее Владислав Кузоро, член сборной КФУ по футболу, и Никита Лихачев, председатель ССК «Казанские юлбарсы». Среди женских команд Владислав выделил сборную КФУ, которая стала победителем как внутривузовского этапа, так и финалистом всероссийского чемпионата. Всего среди женщин выступит 8 команд. Интереснее дела обстоят в мужской части команд. Никита Лихачев подробно познакомил всех с каждой командой, отметив, что самое большое количество заявок пришло именно от Института международных отношений. Как видите, в первую очередь жду стритбол, потому что это очень быстрый вид спорта, в котором все решается в последние секунды, особенно если остается несколько секунд, команда ведет в одно очко, и кто-то трешку забрасывает, и просто зал аплодирует все с открытыми ртами и так далее. Во-вторых, жду настольный теннис, но скорее не как зритель, или как человек, который, может быть, сам по-любительски, но сыграет, потому что это вид спорта тоже интересный, очень красивый и, на самом деле, очень энергозатратный. То есть, если посмотреть на игроков настольного тенниса, они постоянно двигаются, двигаются, это очень затратно и круто. Ну и футбол, конечно, с точки зрения зрителя, потому что мы будем с комментаторами эти игры, особенно плей-офф, так скажем, показывать. Заходом внутривузовского этапа ССК России можно будет следить в нашей программе. А финальные игры каждого вида спорта наш телеканал покажет в прямом эфире. Наталья Жирнова, Роберт Хасанов, Неделя спорта. На очереди первый домашний матч для сборной Казанского федерального университета в рамках чемпионата СБ. В последних играх против Академии спорта в борьбе за очки обе команды уступили сопернику. На встрече же с Казанским государственным аграрным университетом картина получилась другой. Матч среди женщин состоялся без особых интриг. Баскетболистки из федерального сразу взяли игру под свой контроль и мало давали бросать соперницам в кольцо. Они часто менялись и не позволяли друг другу уставать. А скамейка аграрного значительно была меньше, что и повлияло на исход матча. После второй четверти аграрии резко сбавили в скорости. Игра шла под полным контролем Казанского федерального университета без проблем и значительных ошибок. Как итог 78-44. Похожую ситуацию мы наблюдали и в матче среди мужских команд. Сборная Казанского федерального университета без особых усилий постоянно держала счет с отрывом в 10 очков. Однако при этом и часто ошибались, что давало возможность баскетболистам из аграрного бросать в кольцо и пытаться навязать борьбу. Фалы федералу приводили к частым броскам со штрафной линии от соперников. Но тот отрыв, который создали для себя баскетболисты КФУ, помог довести игру до победы 79-45 и плюс 2 очка в копилку КФУ. После матча давайте взглянем на турнирную таблицу. Среди женщин первыми продолжает идти баскетболистки Академии спорта 10 очков. Второй Казанский федеральный университет 9 очков в сумме за 5 матчей. Тройку лучших замыкает сборная КНИТУ КТК – 7 очков и одна игра в запасе. В мужской части чемпионата сборная Академия спорта также на первом месте – 10 очков. На два меньше у федерального университета, они вторые. Третий Казанский государственный энергетический университет – 7 очков. Казанский федеральный университет свои следующие матчи проведет дома 16 февраля. Соперник – КНИТУ КТК. Начало встреч в 17.30 и наш телеканал по традиции покажет оба матча в прямом эфире, так что подключайся и болей за свою любимую команду. С теплого уникса перемещаемся в зимний Горкинско-Амейсевский лес, где состоялся первый этап личного чемпионата города Казани по спортивному ориентированию на лыжах. Кто сумел выбрать самый короткий путь и прийти первым к финишу, расскажет Диана Урядова. 4 февраля в Горкинско-Амейсевском лесу состоялся первый этап спортивного ориентирования на лыжах в рамках чемпионата первенства города Казани. Участникам предстояло пройти лыжную трассу. Спортсмены разных возрастов приняли участие в соревновании, несмотря на суровые погодные условия. По результатам жеребьевки каждый участник получил свое индивидуальное время старта. У детей был шанс начать свое прохождение вместе с взрослыми, которые сортовали рядом с ними. Для каждого возраста дистанция была индивидуальная. Юным участникам предлагалось пройти трассу длиной от 900 метров до 2 километров и 200 метров. У мужчин трасса была на 3 километра и 600 метров, а перед женщинами ставили задачу пройти трассу в 2 километра и 900 метров. В зачете среди студенческих команд сборная Федерального университета Казанский Юлбарса была представлена только женским составом в лице Вероники Александровой, Айзиры Тимировой и Анастасии Афанасьевой. Перед стартом спортсменам выдавались чипы и за 20 секунд карты. Старт дан и спортсмены отправились на поиски оптимального маршрута и контрольных точек. По итогам первого этапа в мужском заезде первое место занял Антон Скалкин. На втором месте Булат Ясупов, представляющий Казанский государственный архитектурный строительный университет. Тройку призеров замкнул Олег Добросов. Среди женщин лучший результат показала Ирина Богданова. На втором месте Алина Сабирова. Третье место смогла занять студенткой из архитектурного университета Ольга Коваль. Анастасия Афанасьева заняла пятую позицию, остав от победительницы на 5 минут и 4 секунды. 11-й к финишу пришла Вероника Александрова, а Айзира Тимирова остановилась на 15-й строчке. Диана Урядова, Виолетта Басова. Неделя спорта. А мы продолжаем, и сейчас самое время поговорить о казанских командах, а именно Униксе и Акбарсе. В студии появляется ведущий данной рубрики Амир Сабиров. Амир, тебе привет. Привет, Эля, спасибо. Ну что, какая неделя выдалась у Акбарса и Уникса? Неделя выдалась достаточно интересная, и в своей рубрике я сейчас подробно все расскажу. Ну тогда тебе слово. Пока футбольный Рубин проводит свой сбор в Турции и готовится к возобновлению чемпионата, Акбарс и Уникс во всей готовности подходят к важнейшим играм сезона. На прошедшей неделе Барсы провели выездную серию, а баскетболисты Уникса сумели сыграть в Еврокубке и Единой лиге ВТБ. Обо всем по порядку. В первый день февраля Акбарс крестил клюшки с челябинским трактором на выезде. Очень быстро хозяева открыли счет. Лукаш Седлак оказался в нужном месте в нужное время и добил шайбу в ворота Адама Райдеборна. 1-0. Трактор повел на второй минуте. Акбарс побежал отыгрываться, но получилось у них это сделать только в самой концовке первой 20-ти минутки. Найджел Доус отлично нашел на пятаке Стефа на Дакосту и француз отправил шайбу в ворота челябинцев. 1-1. Равный счет держался до 18-й минуты второго периода. Андрей Пидан бросил шайбу от сыни линии, Александр Бурмистров скинул шайбу на Артема Лукоянова и последний добил шайбу в ворота. 2-1. Казанцы впервые в матче повели в счете. В третьем периоде Акбарсу не смог помочь канадец Патрис Камье. За опасный удар в голову судьи удалили его до конца матча. Но это не помешало казанцам в последнем отрезке. До конца матча команды отметились еще дважды. На восьмой минуте гости показали хорошую комбинацию в атаке. Дакосту на Фисенко, Фисенко на Петрова и 3-1 в пользу Казани. Челябинцы бились до конца и на 15-й минуте вплотную приблизились к Акбарсу в счете. После броска телеги над синей линией самым расторопным на пятаке казанцев оказался Ник Бейлин, который здорово сыграл на добивании. 3-2. Акбарс доводит матч до победы и продолжает выездную серию. В среду, 3-го февраля, Уникс начинал второй круг в групповом этапе Еврокубка. Аутсайдер Черногорский Морнер Бар второй раз за неделю пострадал от казанского клуба. На этот раз упорной борьбы, как в прошлом матче, не получилось. Разгромные 27-17 в первой четверти, 24-14 во второй предопределили победителя. Итог 86-61. Самым результативным игроком оказался легионер Морнер Бара Ниманья Гордич, который набрал 14 очков матча. Уникс закрепился на первом месте в группе Аш и Гранти. В этот же день казанский Акбарс гостил у автомобилиста из Екатеринбурга. Очень резво начали матч команды. За 10 минут забили по разу. Сначала Кристиан Хенкель красиво подправил шайбу в ворота Якуба Коваржа. Ассистентами стали Андрей Пидан и Стефан Дакоста. Уже минуту спустя шайба побывала в воротах Акбарса. Хольцер нашел на пятачке свободного Брукса Мазика, и тот поразил пустой угол ворот Тимура Белялова. 1-1. Второй период оказался безголевым, а вот третий, наоборот, стал богатым на события. Было все. Драки, удаления и хорошие голы. На первой минуте Михаил Глухов бросил шайбу из-под защитника и застал врасплох Коваржа. 2-1. В середине периода уже Стефан Дакоста выбежал со скамейки штрафников, остался с вратарем один на один и мастерски разобрался с ним. 3-1. Михаил Фисенко вступил в кулачный бой с Никитой Трямкиным и получил 10 минус штрафа, как ее зачинчик. А сама драка закончилась победой защитника из Екатеринбурга. Хозяева не собирались сдаваться без боя. Гол за пять минут до конца игры подарил болельщикам надежду на спасение. Автором стал нападающий Андрей Авидин с передачи Холланда и Масика. До конца матча ничего не смогли создать хозяева у ворот Барса. 3-2. Казанцы одерживают четвертую победу подряд. После Екатеринбурга Агвард отправился в Магнитогорск, где 5 февраля сыграл с местным Металлургом. Матч, как и ожидался, получился до первой заброшенной шайбы. Главными действующими лицами в тот день оказались вратари, которые действовали просто шикарно. 0-0 после двух периодов тому подтверждение. Игра получилась очень жесткой, если не совсем грубой. Целых 17 удалений суммарно получили команду. Но голов болельщики все-таки дождались. Правда, только в одни ворота. На шестой минуте третьего отрезка Михаил Пашнин бросил от синей линии и попал в девятку ворот Адама Райдеборна. 1-0. На пятнадцатой минуте атака Металлурга опять закончилась голом. На этот раз Деннис Расмуссон здорово сыграл на добивании. А Райдеборн сыграл немного неуверенно. Потерял ворота из виду. 2-0. Хорошей атаки старался проводить Акбарс. Но шайба словно заколдованная не шла в ворота Василия Кошечкина. Казанцы поменяли вратаря на шестого полевого. И Сергей Плотников поразил пустые ворота за полторы минуты до конца матча. 3-0. Уверенная победа Магнитки и Акбарс прерывают свою четырехматчевую серию из побед. Впереди Евротур. И команды отправляются на десятидневный перерыв. Ну и завершает наш обзор матч единой лиги ВТБ Уникс против Автодора. Казанцы сделали результат уже в первых двух четвертях, набрав 64 очка. В оставшееся время автодорцы смотрелись поинтересней. Но догнать Уникс уже не получилось. Как итог, 110-97 в пользу Казани. Лучшим игроком матча стал Джарам Смит, который набрал 29 очков за игру. Уникс уходит на второе место в таблице, опередив московский ЦСКА. На этом матче мы сегодня закончим. Увидимся на следующей неделе. Следите за мировым спортом вместе с нами. На этом все. С вами была программа «Неделя спорта» и я, ее ведущий, Ильвина Губайдулина. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»